Добрый вечер! В эфире программа «После новостей». Я Ольга Тепляшина. Ушел в лес и потерялся. С наступлением теплого сезона такие сигналы бывают, как правило, чаще. Что происходит в этот момент? Насколько часто спасателям приходится реагировать на такие сигналы? И как не допустить такой ситуации, если вы отправились в какой-то поход? Сегодня об этом поговорим с нашим гостем. Это Михаил Савченко, спасатель 1-го класса Красноярского поисково-спасательного отряда. Добрый вечер! Добрый вечер! Скажите, Михаил, а уже сколько раз за вот это теплое время поступали такие сигналы? Ну, поступало, 21 сигнал поступил, из них была организована 31 операция спасательная, спасено 26 человек, из них трое детей. А что они все делали? Ну, разные причины могут быть. Начиная от туризма, и сейчас самое распространенное, это сбор дикоросов, то есть черемша и так далее. Кто-то просто решил погулять и заблудился. А вот смотрите, мы тоже недавно об этом говорили, вот в этой студии, совсем недавно. Что люди делают такого, ну, что попадают в такую ситуацию, в опасную? Чего они не знают? Вот я имею в виду, когда попадают по глупости именно, собственно. Ну, самое такое, то есть люди уходят, не говорят никому, куда пошли, зачем пошли. Их, как правило, то есть теряются, думают, верят, верят чересчур в свои силы, то есть относятся, грубо говоря, безалаберно к своей безопасности. И просто теряются. То есть когда узнают уже родные и близкие, кто-то их теряет, то есть проходит уже какое-то время. А это люди, как правило, новички, ну, в таких вот походах, или это люди слишком уверенные в себе с опытом? Здесь есть разные, то есть категории. От новичков и заканчивая тех, которые там уже довольно преклонного возраста, уверенные в себе, с такими, кстати, опаснее всего. То есть они стараются зайти дальше, мы найдем, мы выйдем, и не всегда получается это. А как теряют ориентиры в лесу? Как это происходит обычно? Ну, обычно в лес он, в принципе, довольно однообразный, то есть если нет каких-то ориентиров больших, то есть горы, еще какого-то света, допустим, в линии ЛЭП. Человек идет, идет, то есть вот это дерево я запомнил, и все хорошо. А деревья все одинаковые, то есть и все. И постепенно, то есть еще, наверное, забываешь, то есть мы правши-левши, то есть человек как бы немного отклоняется от маршрута, то есть он хочет, допустим, идти прямо, он подсознательно идет все равно немного в сторону. А, то есть это медицинский факт? Да, да, да. И то есть с рельефом местности это тоже связано, то есть он обходит как-то, старается, старается, то есть думает, что ориентирование все до сих пор за спиной, а это не так. Где чаще всего люди теряются? Вот по районам? Ну, по районам, ну вот недавно, то есть абсолютно везде, то есть недавно у нас был в Емельяновской районе, две женщины довольно такого преклонного возраста потерялись, то есть они ушли за Черемшой, хотя Черемши еще не было, это было неделю назад. В разведку пошли. В разведку пошли, да, ну и потерялись. Ну, спасло то, что у них была сотовая связь, то есть она все-таки брала, и они пользоваться умели вот этими мэп-сми приложениями, то есть они скинули локацию, и у нас спасатели, группа поехала, доехала докуда смогли, они доехали на УАЗе, потом пересели на квадроцикл, то есть на квадроцикле по бездорожью нашли их. А скажите, что такого умеют спасатели, чего не умеют все обычные люди, которые теряются? Спасатели все умеют. Давайте так, что нужно взять с собой в лес, я уже знаю, что нужно надевать яркую одежду, ножик, спички и так далее, но вот чего не хватает чаще всего у людей, которые теряются, что они не взяли? Ну, вот яркая одежда, это очень, вот вы сказали правильно, то есть сейчас еще в моде стали камуфляжные разные вещи, то есть это усложняет поиск очень сильно. То есть еще нужно брать какие-то спички, допустим, если курит человек, это, конечно, плохо, но зато у него и спички или зажигалка, это уже хорошо. Какая-то емкость для воды, компас, телефон сотовый обязательно. А вот смотрите, если, например, похолодало в вечернее время или когда холодное время года, быстро разряжается батарея телефона? Она разряжается быстро, но это все равно батарея, то есть если вытащить сим-карту и как бы вставить обратно, то есть на 112 может вызов все равно пройти. А это такой лайфхак? Да, лайфхак такой. И то есть все равно эта батарея даже севшая, допустим, если его разобрать и как-то добыть огонь, то есть можно замкнуть контакты, то есть даже севшая батарея будет небольшая искра. В телефоне, как правило, есть компас, люди не умеют пользоваться? Ну да, если компас, то есть он указывает нам, где север, а если вы не знаете, где вы сами находитесь, то где находится север вам не сильно поможет. Что еще нужно взять из такого, может быть, не сразу очевидного с собой в лес? Не сразу очевидного, ну какой-то продукты питания, как бы это казалось бы, как многие не берут, но нужно обязательно взять. Емкость для воды и, соответственно, одежду по сезону. То есть сейчас у нас опасность, это клещи, то есть нужно какую-то одежду брать. Ну медведи тут, как бы, может быть, а может не быть, а клещи, это, ну, как бы более опасно, более вероятно. То есть нужно какую-то одежду соответствующую, заправить, допустим, штаны в носки там еще как-то, чтобы обезопасить себя от кровососущих насекомых вот этих. Когда к вам в службу поступает вот такой сигнал о том, что мы потерялись, что происходит дальше? Ну что происходит? Выясняются координаты, то есть где находится человек, хотя бы примерно, то есть район, и выдвигается группа. То есть у нас на смене всегда дежурит группа людей, которые подготовлены, оснащены разными средствами прохождения, то есть болотоходами, снегоходами, если это зимний период, если лето, сейчас болотоходами, то есть снаряжением, и выдвигаются к месту, ну, происшествия, скажем так. И по пути исследования уже уточняют какие-то данные, может быть, какие-то родственники есть, в чем одеты, чтобы как бы обеспечить как можно быстрый поезд. То есть не дай бог сядет у него телефон, или с человеком что-то случится, травма какая-то, или что-то где-то он застрянет. То есть тут дорога каждая минута. То есть и в процессе исследования дежурная смена, старшая смена выясняет в телефонном режиме, с полицией, с родственниками, с очевидцами, то есть все детали происшествия. А по вашему опыту, какие самые сложные локации были при спасении? Ну, в смысле, какая местность? Ну, самые сложные, в Красноярске 26, сейчас он, как называется, Железногорск, то есть там было тоже черемшатника, там сделано так, что там тропинки такие, как они сделаны досками, то есть и черемшатники обычно сходят с них, и там практически непролазный, получается, лес. Черемшатники-то люди, которые ходят за черемшами? Да, черемшатники-то называем таких, ну, сбор дикоросов, скажем так, сборщики дикоросов. И там практически невозможно определить, где он проходил, где не проходил, то есть, и, получается, приходится идти, грубо говоря, цепью и обследовать квадрат за квадратом, то есть в таком режиме. А как вы понимаете, сколько людей нужно задействовать в поисках? Ну, выезжает первая дежурная смена, сколько находится, то есть 6 человек, 6 человек выезжает, то есть на машине, кто-то на квадроцикле, кто-то пешком, делятся по ролям, то есть, если вдруг поиски не дали, то есть эта смена усиливается, то есть выполняется дополнительно, то есть и так продолжается до тех пор, пока не нашли, либо... А у нас есть еще разные волонтерские организации. В какой момент привлекают волонтеров и как вы с ними... Ну, волонтеры, они, то есть у них своя немного, как бы, они обозначаются, то есть мы с ними и работаем, естественно, то есть совместно, а мы и ДДС, то есть 112 номер телефона, нам диспетчер говорит все данные, какие нам нужны для производства работ. Вот. И волонтеры привлекаются тоже, ну, то есть в режиме, то есть у них там некоторых есть собаки, кинологические службы, еще просто... Ну, плюс в том, что поиск в лесу или какой-то объемной местности, то есть плюс больше народу, то есть получается, чем больше людей, мы можем больше охватить территорию, то есть это тоже большой плюс. А как стать спасателем? Как стать спасателем? Вот расскажите, да, потому что, ну, кажется, что, вы сказали, спасатели умеют все, где этому учат? Это мы учат в различных учебных заведениях, как в высших, так и в специализированных технических, то есть, но как бы, где бы ты ни заканчивал, что бы ты ни заканчивал, приходишь, когда в отряд, ты начинаешь с низов, то есть ты становишься спасателем просто. А вот что вот эти разряды? Спасатели РФ. То есть каждый класс спасателя, это дополнительные специальности, то есть привлекается, допустим, третий класс, три специальности, второй класс, пять специальностей, первый класс, семь специальностей, ну, такие, как водолаз, парашютист, альпинист, еще что-то такое. Вот вы первого класса, то есть вы можете под водой и с парашютом, да? Ну да. Где сложнее? Да везде сложно. А вот расскажите, что за семь специальностей. Вот вы можете погружаться под воду, можете прыгнуть с парашютом, что еще? Да, десентирование с вертолета, работа в загазованных средах, управление маломерными судами, управление снегоболототехникой, альпинистская подготовка. Ничего себе. Я представляю, каким нужно здоровьем обладать. Да, мы проходим медкомиссию, соответственно. И то есть у нас каждый год происходит зачет, сдача зачетов как теоретической специальной подготовки, то есть знание законов, каких-то еще требований, так и физическая подготовка. А как вы думаете, ну каждый год, это сезонные темы, конечно, каждый год мы рассказываем о том, что люди теряются, о том, что нужно делать и что не нужно, люди все равно теряются. Как вам кажется, как лучше доносить людям такую информацию? Ну вот, ваша передача, я думаю, на кого-то возымеет действие. А вас приглашают, например, в школы на уроки? Да, соответственно, мы очень много проводим разъяснительные беседы, то есть у нас каждая смена, допустим, на столбах пост, раздаются специальные карточки, специальные памятки, ну и проводится просто беседа устная. То есть мы с рыбаками беседуем, тоже вы сказали, каждый год. Каждый год рыбаки рыбачат, мы приходим с ними, ругаемся, что нельзя рыбачить, они все равно до последнего сидят, то есть, ну и кого-то приходится доставать. Скажите, пожалуйста, иногда задействуют специальную технику, ну вот вертолет, например, это дорого. Сколько стоит спасение людей вот в такой сложной местности, вот вылет вертолета, привлечение людей? Ну, финансовый вопрос я как бы не освещен, то есть у нас есть люди, которые занимаются это руководство, ну вообще человеческая жизнь это бесценно. Естественно, но люди, которые теряются по глупости, они же не про это не думают. Ну это же все равно жизнь, поэтому нужно приложить все усилия, чтобы их спасти, то есть здесь нету какие-то там финансовые вопросы отходят на второй план. Ну давайте в завершение какие-то советы людям дадим, такие вот, кто сейчас идет в лес. Я не знаю, мух реально растет с северной стороны или что-то изменилось, вот я знаю, что да. Ну, северной стороны это не настоящее дерево, то есть, во-первых, нужно найти довольно такое поле большое, чтобы определить как-то, но это очень все условно. То есть, во-первых, сообщить своим родным и близким, знакомым, куда вы пошли, зачем вы пошли, когда вы планируете вернуться. Обезопасить себя, то есть взять воду, яркую одежду какую-то, жилет, необходимые продукты питания, возможно, одеться по сезону. То есть, может быть, взять какие-то теплые вещи. А вот сигнальные какие-то приспособления? Кто-то их видел, что в сигнале, если вы будете подавать, ну, как бы смысл, ну, лишним не будет, естественно, то есть, какие-то ракетницы, что-то еще, чтобы привлечь себе внимание. Ну и, как бы, самое, это принцип благоразумия, то есть, понимать, что если вы, допустим, район тут не знаете и можете точно заблудиться, то, ну, наверное, не надо туда ходить. То есть, как-то не переоценивать свои силы. Ну что ж, спасибо большое. Напомню зрителям, что сегодня мы говорили о том, как не заблудиться в лесу. И экспертам сегодня выступал в нашей программе Михаил Савченко, спасатель первого класса Красноярского поисково-спасательного отряда. Спасибо большое за ваши комментарии. Это была программа «После новостей». Не теряйтесь, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»